Кинокритик Наша комедия «Стендап под прикрытием», «Крылья урагана» с Раймси Болтоном из «Игры престолов» и милое семейное кино про пони Полли из Бельгии. Подробнее об этих и других премьерах далее в большом экране. За морем, за океаном. Лиам Ниссон и его заступник уже лидер проката, благо форумы дают еще и решение о переносах других экшенов на более поздние сроки. А вот у нас путь его только начинается. Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки. А дальше делай, что хочешь. Тот человек у границы из картеля Васкиса. Он вас найдет, а потом убьет тебя. Этот мальчишка ни в чем не виноват. Просто кто-то должен дать ему шанс. Думаешь, мне понравится в Чикаго? Тебя ждет долгая хорошая жизнь. Он ваш внук? Нет, его мать просила присмотреть за ним. Похоже, она в вас очень верит. Ты не можешь прятаться вечно! Бегай! Помимо заступника, Голливуд привез историю профессионального вора по совместительству многомиллионного должника, который решает ограбить денежный самолет с самыми опасными преступниками на борту и драма о Зу и ее сводной сестре Мьюзик, аутичного подростка. Произведет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем? Ответ в десяти музыкальных клипах Сия, написанных специально для этой истории. Валентина Мазунина Ака Валя из «Реальных пацанов», Кирилл Нагиев, сами знаете, чей сын и многие другие популярные нынче актеры в комедии «Стендап под прикрытием». Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики, стендап-комик Илья, не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дела на особом контроле, времени мало, а преступникам может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это не смешное дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему. На этой неделе любителям отечественного кино в принципе будет где развернуться. Комедия «Понаехали» о том, каким может получиться незапланированный отпуск, драма с парадными, поребриком и шавермы «Кто-нибудь видел мою девчонку?» любителям питерских пейзажей рекомендуется. Для детей сказка «Огонек огниво» и для тех, кто любит погорячее, комедия «Дважды два». Пришло время попробовать сыграть на ваших чувствах. Помните Рамси Болтона из «Игры престолов»? Согласитесь, Сиван Реон был шикарен в этой зловещей роли, и вот положительное ампуа. Да причем еще какое! История польского пилота Яна Зумбахан. Его и играет Иван, который вступает в ряды британских ВВС, чтобы дать финальный отпор летчику Люфтваффе и предотвратить вторжение в Великобританию. Помимо Реона, в драме снялся сын Мэла Гибсона Майло и много поляков. В конце концов, эту чертову войну выиграют русские и поляки. День за дном пилоты возвращается меньше, чем у лета. Повезет, если месяц еще протянем. А мы ничего не делаем, пока не убивают наших! Каждый патрон должен быть осмыслен, каждый выстрел должен быть осознанным! Каждый маневр должен быть идеальным, самым точным! Победить можно только так! Только так мы и выживаем! Крылья урагана Любите доброе семейное приключенческое кино? Уверен, ваш ответ положительный. Ну или станет таким, когда узнаете, что это фильм про пони. Десятилетняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого – пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются и решает спасти нового друга. Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоне за ними – встревоженный директор цирка Бранкау и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение и друг без друга им никак не справиться. Мы всегда будем вместе. А еще итальянская комедия «Папаши» с вечной проблемой отцов и дочерей. Но это та проблема, когда отцы уверены, что дочери выбирают не тех женихов и пытаются что-то изменить. И немецкая комедия «Снега больше не будет» со слоганом «Чернобыль – это только начало». Угу, сам в шоке. Ну и, конечно, новость из мира кино, которая лично меня зацепила. В сети появился кадр из «Спенсер» – биографической драмы с Кристиан Стюарт в роли принцессы Дианы. Съемки картины уже стартовали в Германии, действие развернется в рождественский уикенд, который Диана провела вместе с королевской семьей в Норфолкен. Именно в те дни принцесса Уэльская решила развестись с принцем Чарльзом. По словам Беллы, ой, простите, никак не отвыкну, по словам Стюарт, «Спенсер» – это эмоциональное погружение в историю той Дианы, какой она была в поворотный момент своей жизни. Фильм расскажет про ее становление как самодостаточного человека, которое подразумевает возвращение к старой фамилии – Спенсер. Фильм должен выйти осенью этого года. На этом все. Сегодняшние премьеры представлены. Приятного просмотра!